Википедия, кто знает? Википедия, не знаете, что такое? Это словарь интернетный. Тебе нужно что-то узнать. Допустим, ты решила узнать, как правильно назвать человека, который один и тот же материал. Одному и тому же человеку, вот мне вчера 21... У меня роликов много, больше 5000. И он одну и ту же тему. Я спрашиваю, а не один не знает. Флудер, флуд. А когда говорят тролль, тролль это желающий поссорить. Тролль это, ну как говорят там, такие митические существа в скандинавском. Демоны, это демоны. Они бывают там как домовые, там разные демоны. Как лев толстой, говорит, черти. С рогами, с хвостом, с копытами. И вот они ссорят людей. В интернете существует определенное название. Вот придумали ник. Что такое ник? Аватар что такое? Любую картинку ставят вместо себя. Такой аватар избрал. А Ник это любые цифры наставил. Ни имени, ни фамилии нет. С такими людьми разговор один. Корзину в черный список. Они быстро заводят другой, опять лезут. Ну опять туда же. Мне намного легче сделать. Вот один заходит, и он назвался он каким-то китайцем. Ну и видно, что тролль настоящий, безобразный. Ну я попросил найти его. Модераторы есть, программисты, они его нашли. У него, кажется, я забыл 50, что ли, одна заготовленная страничка в моем мире. Одну закрываю, вон, другой есть. Я решил по всем пройтись и везде в черный список занести. И он, видимо, в любую ставит и ничего не получает. Он, видимо, не понял, а что это такое? Что такое? Ну его наложили где? И я ему замазал все ходы. У него, как у крота, 51 нора. Я их замазал, и все. Больше нигде нет. Он больше ни разу не вышел. А то все каким-то там именем, 50,000,000. Да зачем? А надо ли это знать? Ну если ты в интернете бываешь, то ты не поймешь, о чем там идет разговор. Ты их не употребляй, слова эти. Если человек пользуется каким-то ником, нет фамилии, имени, нет у него фотографии, или фотографии в черных очках, темных-то, я его выкидываю сразу. Зачем он мне нужен? У меня, друзья, те, которые открытым лицом. Да открытым можно кого угодно поставить. Ну я знаю знаменитых людей. Есть такие, которые Эйнштейна вместо себя. Наш Потеряевский один здесь в интернете поставил. Я говорю, что ты под кого бьешь? Ты считаешь, он очень умный? Да чтобы пока походить был на Альбертова защита Эйнштейна, надо знать много. Знать надо. Да его продвигали-то. Какое он открытие сделал тут? В чем? Другое сделал открытие. Вот телефон. Разговаривает в любом месте Мартин Купер. Это открытие века. Самое распространенное изделие. Количество выпущенных телефонов измеряется миллиардами. Не миллионами, а миллиардами. Специально, специально. Залез на стол опять с локтями. Припомни, это нельзя делать. Ты поешь другой и другим скажешь, у тебя память разовьется. Ты живи, знаешь, Максим, по максимуму, максимум, то есть по высшей шкале все делаешь. Максимум. Не соглашайся на четверку. Меньше, чем на пятерку не согласен. Пятерку с большим плюсом. Вот у нас знакомый один есть. Он в моем доме обратился. Немец Менонит. Геннадий Фаст. Вот наша Катенька, она оттуда. Да? Да. Она его знает. Геннадий Фаст. И он сдаёт, ну, он преподаватель Томского университета, был, кончил семинарию, кончил академию, магистр богословия. Я сейчас о чём говорю? Фаст, магистр богословия, кончил семинарию, академию. А к чему я это говорю? К чему? Да, к чему. Не знаю. К тому, что когда что-то тебя спрашивает, и как отвечать. И вот там профессор спрашивает, вот как этот вопрос ответить? Он ему отвечает. Вопрос редкий, сложный. Ещё раз. А если не так? Он говорит, если не так, то анапима вам, вы в аду будете. Он говорит, садитесь, пять. Весь ответ. Он ему ответил. Если по-твоему, вы слышите? Отец Геннадий Фаст сдавал там экзамен в академии. А его решил там подначить или проверить. Ну, такие вопросы задал. А если вот так? Он говорит, тогда вам анапима и в ад пойдёте. Садитесь, пять. Понятно? И профессор оценил это. Тараси, скамейки тебе принадлежат. Пожалуйста, вытри вот туда. Возьми тазик где. Тазик только тот, который поганый. Это кошка залезла. А виноват я, потому что применил. Смотри сейчас, смотри, а потом помоешь. Хорошо, смотри. Вот так. Положи. Руки потом помоешь и тряпку помоешь. А эта тряпка чистая, вот эта вода? Со столов. Со столов и сюда с тряпкой. Тряпку неси сюда. Давай, шоркай тряпку. Распусти её. Шоркай её, чтобы с ней всё убрать. Грязь. Давай. О, жаль, лучше. Пониже делай, чтобы не брызгало. Давай. Всё. Выжми её и прослушай. Чисто? Мы туда не залезли. Тебе касается. Там идея. А ты грязными руками сапоги моешь, залез в бочку. У нас как? Поел, облизал. Обязан чашку показать дежурному. Дежурный махнул. За год ни одной ложки не выбросили. А кружку вот так показал. То есть не осталось ещё. Аперики прокидывать не надо. Всё. Пожалуйста. Тихо. Ни одного слова. То есть это называется дисциплина. И она необходима. Так, малыши не поели. Они могут помолиться с нами, а могут и не вылазить. Сидите, ешьте. Им дают не сразу. Так, шарик ещё нибудь подайте. Хорошенько, да? Не капусту прошла, а положите ему. Рыбы кусочек отдайте мой. Смотрите, я всегда стою здесь, а справа мальчики. Самые маленькие около меня. Слева девочки. Я всегда попадаю на одно место. Почему? Сейчас поняли. Я смотрю на крест и на середину аналоя. Прямая линия. Здесь вот эти, которые попёрты в столбушки, по ним прямая. Всё встали. Даже об этом мы дети должны понимать. Должна быть определённая субординация. Их померили, кто старше, кто младше. Господи Божий наш, слава Тебе. Благодарим Тебя, Христе Божий наш, як насытилась и над земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего царствия, но як употребляющий и коктой пришелось и спаси мир, да я им. Приди к нам и спаси нас самим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Вознай милостями всем заботящимся о нас. Посети сирых, нищих, удов, одиноких. Пошли им всё потребное. Научи нас во всём видеть благодеющей десницей любящего Отца Небесного. Тебе хвала, тебе счастье и поклонение во веки веков. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Вот смотрите, я говорю вам неоднократно. Апостол Павел сидит в тюрьме. Ни в тюрьме никто не был. Это когда человек не имеет никакой свободы. Тебя заперли, ты никуда. Накормят, не накормят. Достущаться нельзя, пожаловаться некому. Там все свои. Сопротивляться будешь, ты можешь вообще не выйти. Был один человек такой, очень знатный. Если я не ошибаюсь, трижний герой социалистического труда. Андрей Сахаров. Изобретатель, как говорится, не атомной, а водородной бомбы. Заслуженный человек в Советском Союзе. Но он восстал против этого коммунистического режима. Засили везде, давят. И его сослали в Горьки. В Горьки сослали. Он там находился. Я рассказываю интересные вещи. Вы запоминайте это. Андрей Сахаров. Вот такие вот. Так же гремели бомбы, которые испытывали его. Его сослали, но в тюрьму не посадили. А другие сидели в тюрьме, как с ложеницем. И вот апостол Павел сидел в тюрьме. Считается, он сидел прикованный за руку. Темницы были не такие тогда. Сейчас там порядок. Врачи проверяют. Нет левшей. Прожаривают. Белят. Дезинфицируют. Тогда ничего этого не было. Вот посмотрите фильм Удабенгур. А они живы. Прошло уже сколько? Семь лет. И они сидят дочью с матерью. И вот спрашивает стражник, они живы? Ну я их кормил. Я говорю, показывает. Кормушка внизу, ногой так поднимает. Окошко там. Вот туда ставят в чашку. Но я вижу, чашка пустая. А кто съедает, то не видит. А они прокаженные. Проказа, лепра. Кто прикоснется, может заразиться. Его нельзя прикасаться. Болезнь неизлечимая. И апостол Павел сидит в тюрьме прикованный. А другой рукой пишет послание филиппийцам. Около 11 раз пишет радуйтесь. И еще раз говорю радуйтесь. Максим, слышал? Научиться в любой обстановке радовать. Никогда, когда тебе нравится, не нравится. А ты просмотри вокруг себя. Какая погода. Посмотри, какие пейзажи. Там какие лага. Какая дымка. Какие облака. Деревья. Тебя здесь познание как утищика. Там и помни все делали. Башня какая. Березы, тополя, зеленка, светла, деревья узнавай. Но все смотри и радуйтесь. Некоторые вообще радости есть. А у нас никакой нет. Вот он стоит рядом. Радости вообще нет. У нас из этих все радуется вот эти два. Хлопчики. Старайтесь и место учить. Они всегда веселые. Даже его наказывают в лето. Он через минуту улыбается. А этот человек будет жить дольше. У него друзей будет много. А кто больше всех плачет. А кто больше всех смеет. Родь не надо раскрывать широко. Я на двуцах раздеваюсь в лето. Вот поеду. Старайтесь, ребята. Тихо, улыбайся. И вы не будете показывать. Спасибо, Христос. Поварам. Дядь Волочин. Пойдем в кинозал.